Подготовка к пожароопасному периоду на территории Тверской области в текущем году и на предстоящий трехлетний период. Защита лесов, объектов экономики и населенных пунктов от возгораний. Эти и другие вопросы обсудили на заседании регионального правительства, которое 16 марта провел губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, за последние годы в Верхней Волжи сформирована система подготовки к пожароопасному периоду. Например, за последние пару лет для центра Тверь-Лес по национальному проекту «Экология» закуплено 37 единиц техники. В результате количество лесных пожаров за прошедшие пять лет сократилось в 8,5 раз. С 36 в 2016 году до 4 в 2020. Число возгораний на торфяниках уменьшилось в три раза. С 9 в 2016 до 3 в прошлом году. Несмотря на такие успехи, уже составлен четкий план мероприятий, запланированных на предстоящие весну и лето. Это опашка населенных пунктов, восстановление минеральных полос. Третье – подготовка водоемов и дорог к ним, подъездных путей. Ну и четвертое, конечно, большое количество дачников, но опыта у них не так много. Общение с отопительными приборами, по-русски говоря, с печками. Поэтому сейчас на главу ложится очень важная работа, функция по профилактике, по разъяснению, по обходу территорий. Всего запланирована прочистка и обустройство 6500 километров противопожарных минерализованных полос. Создание и ремонт – 151 километра лесных дорог, которые могут быть использованы при тушении огня. Кроме того, в регионе развернуты 4 лесопожарные станции третьего типа. Каждый из них обслуживает более 1 миллиона гектаров лесного фонда. До 12 апреля создадут 8 отделений лесопожарного центра в Вышневоловском городском округе, Весегонском и Оленинском муниципальных округах, Торопецком, Иконаковском, Кимровском, Торжокском и Старецком районах. Губернатор поручил четко соблюдать график всех мероприятий, не уповая на то, что пока прогнозы синоптиков благоприятны. Я надеюсь, что в этом году мы не будем гореть в начале апреля, поскольку высота снежного покрова еще довольно-таки большая. В некоторых местах до 50 сантиметров. Только на западе белый торопится у нас где-то 5-6 сантиметров. В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут почти 2000 работников различных ведомств, включая 330 сотрудников МЧС и порядка 1000 единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны регионального Минприроды, а также МРСК. Отдельно губернатор обозначил важность проведения профилактической работы с жителями территорий по недопущению палов сухой травы. По хорошему, конечно, любому инициатору такого палов, или там, кто сделал, можно предъявить материальный ущерб, который нанес гражданам, в том числе и через суд. И это очень большие цифры, потому что, когда объект недвижимости сгорает, это миллионы рублей практически, каждый загородный дом, это целое состояние каждой семьи. Однако, чтобы до этого не доводить, лучше усилить профилактику, отметил Игорь Руденя, призвав и все средства массовой информации Верхней Волже активно увлекаться в эту работу.